Мария Максакова, оперная певица, бывший депутат Госдумы Российской Федерации. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, я приветствую наших зрителей. Скажите, а вот этот женский бунт в России, да, не против войны в целом, но пускай уже так, против чиновников из Минобороны, Минюста России, он может иметь продолжение? Каков потенциал вот этой женской смуты, когда жены и матери поймут, что их мужчины погибли не за что? Смотрите, мы ведь с вами наблюдаем за их последовательной деградацией уже, в общем-то, ну, так скажем, с момента полномасштабного вторжения год-три месяца. То есть первоначально даже у меня были иллюзии, что можно к ним воззвать, можно, я там почти, я не знаю, ежедневно вела эфиры в надежде, что надо преодолеть вот этот информационный пузырь, который создала пропаганда, объяснить, что на самом деле вытворяют их так называемые мальчики, и тогда они прозреют, выйдут с протестами и будут, соответственно, требовать, чтобы Путин свои преступные войска вообще вывел из Украины. Но, как мы, наверное, уже с вами можем констатировать, ничего подобного не происходило. Более того, то есть опыт, понимаете, как вот какой-то там очень далекий еще чеченских войн, когда действительно матери приезжали прямо вот на линию фронта и оттуда забирали своих, ну, уже, так сказать, как, не знаю их там назвать, готовящихся проливать невинную кровь, в общем-то, и чеченских мирных жителей, и вообще там вот производить все их привычные вот эти страшные зверства. Ну, вот тогда матери приезжали и забирали. Этого самого явления, как мы ни старались, первые три месяца войны как-то не возникло. Я сейчас говорю, естественно, уже о событиях после полномасштабного вторжения. Соответственно, то, о чем говорят или там лопочут, причем мало связано, инвалиды по речи, вот эти матери, там, не знаю, кто они, эти жены, может быть, там, еще какие-то родственницы, это больше, похоже, знаете, такое явление, я бы его назвала, мужеприношение. То есть за то, что они откупились от родины мужиком, они хотят больших льгот, лучших условий, в общем-то, вместо невернувшихся. Да, да, похоже на то, да. Да, и если говорить о том, допустим, что они там говорили или требовали для вот этих своих, значит, макабрических утех, потому что, как это еще назвать, то есть они говорили о том, что, дескать, условия для них созданные не те. Они требовали, чтобы с большим комфортом их вот эти орко-самцы могли производить свои злодеяния. Геноцид украинского народа их всех никого там не смущало. Вот все это время и ровно теперь, когда они там призваны иноагентами, и до сих пор они не задумываются, с чем они, вообще-то говоря, занимались. И тут я вот что думаю. Дело в том, что, понимаете, ресурс этот мобилизационный у них на самом-то деле не бесконечно далеко. И все эти подсчеты по поводу того, сколько там население живет в действительности, а не тогда, когда они готовят очередные выборы в регионах. То есть это все не бьется. И по ряду исследований можно судить о том, что там вообще давным-давно нет никаких 140 с лишним миллионов, что там, может быть, вообще окажется, что всего их 90 или 100. То есть такие есть предположения, причем делают их довольно-таки, ну так скажем, продуманные люди, ученые в своих сферах. И есть определенные косвенные показатели, по которым можно делать такие выводы. Поэтому, когда они упираются в невозможность соответствовать тем вот своим этим показателям, которые они демонстрировали годами раньше, то дальше идут в ход некоторые другие способы кого-то как-то там где-то отловить. Это больше похоже уже на, знаете, собачье сердце, как там они, как это называлось, когда он устроился в, господи, я уже забыла, когда они отлавливали, в общем, да, бездомных там этих животных. И, соответственно... Похоже, помните, практика в советских колхозах была? «Сдай корову свою на мясо, получи деньги». Вот так вот сейчас и мужиков в России сдают. Вот, вот, вот. Но я вам вот что хочу сказать. Они уже прибегают к тому, чтобы не назначать очередной мобилизации. Они прибегают к тому, чтобы всякие там госкорпорации, структуры, все, кто имеют какие-то подобия ЧВК, либо свою большую разветвленную службу безопасности, теперь они должны рекрутировать, значит, туда вот в эту топку. Вот своих там уже их обязали, у них тоже какие-то показатели. Но этого же тоже будет мало. Я вот вам скажу, когда возникнет этот самый бабий бунт, о котором мы с вами говорим. Когда начнут рекрутировать непосредственно вот этих вот самок. Вот когда их будут швырять там на разминирование, еще куда-то. Вот тогда, возможно, они поймут, что не получится откупиться от этой кровожадной родины мужиком и получить за него ладу. И вот это мужеприношение у них перестало срабатывать. На плаху, на этого молоха, на алтарь кровожадной макабрической родины уже требуют их собственных тел. И тогда, возможно, действительно, они возрубшиеся. Ну, подождем, ладно, скоро случится. А теперь, как говорится, к последним новостям. Скажите, Маша, из ваших знакомых кто-то живет на Рублевке? Какое там настроение сейчас после атаки дронов? Что вам известно? У меня давно порваны все взаимоотношения, какие только могли быть. Это произошло, в общем-то, еще в 2016-2017 году. Потому что они тогда еще, как вам сказать, даже те, которые, как мне казалось, знали меня с раннего детства и не должны были бы поддержать такую адскую травлю, которую они устроили, когда они почти каждый третий, четвертый день устраивали ток-шоу на своих этих пропагандистских каналах, просто с утра до ночи поливая меня какими-то помоями, представляясь моими друзьями, люди, которых я никогда не знала, или не люди, как их там назвать. Поэтому тут, с точки зрения того, чтобы я сделала среднюю, как сказать, определила среднюю температуру по больнице, это было бы, наверное, преувеличением. Тут я некомпетентна. Другой вопрос, что можно судить о том, чтобы они давным-давно, кто могли, уехали оттуда по большей части в Дубай. То есть они изображают из себя там всяких там страстотерпцев, мучеников, вынужденно там втянули, беженцев каких-то. Да, и естественно, что у них есть видеонаблюдение за объектами своей недвижимости, которую они там тщетно выставляли на продажу и пытались от нее избавиться, потому что, насколько я могу судить, там все, что можно, выставлено на продажу чуть ли не каждый второй дом. И это вот они наблюдают откуда-то издалека, и только, наверное, там по этим видео своим наблюдениям могут судить о том, далеко ли от их непосредственного владения приземлился дрон. Я думаю, сейчас цены на недвижимость там еще больше упали. Это вне всяких сомнений, но я бы хотела вам сказать о том, что думают там владельцы этих домов, и в том числе там есть, конечно, и оставшиеся. Волочково, да, испортили завтрак. Не выездные, потому что у них очень большой процент чиновников, не только силовиков, а целого ряда категорий, которых они лишили заграничных паспортов. Поэтому, конечно, там есть определенное количество все еще проживающих, и они, безусловно, ну, так сказать, взбодрились, наверняка нервничают. Думаю, что такие, знаете, адреналин, такие, знаете, закипает у них в очерепных коробках, и предполагаю, что они, наверное, делают такой новый коктейль из алкоголя, которого они достаточно запаслись в своих вот этих погребах, наверное, стакан адреналина на литр боярышника. Вот это, мне кажется, их новый антистресс-коктейль, и вы правы совершенно, вот Волочкову, к примеру, мне кажется, дрон застег врасплох, когда она находилась, скорее всего, в своем знаменитом шпагате, и предполагаю, что отодрать ее уже от пола вызывали наверняка соответствующие службы МЧС, возможно, скорую помощь, но они, как правило, оказываются бессильны, тут уже надо действительно хлебнуть вот этого самого коктейля, стакан адреналина на литр боярышника, и тогда ее попускает, и она может своими силами, в принципе, сделав гранд-батман, отряхнуть с внутренней поверхности бедра, прилипшие от пола мраморные плиты. Вот, и, соответственно, ну, кто-то уже шутил по поводу того, что, в принципе, она и скорректировала отчасти, то есть сейчас, насколько я знаю, вот эти гаражные кооперативы, которые в большом количестве изготавливают дроны и направляют их на Рублевку, ну, вот, это же просто они так все время все спихивают на кого-то, вот, находят виноватых, там какие-то центры принятия решений обвиняют, еще что-то, а вот свои гаражные кооперативы в России, они плохо проверяли, потому что мне кажется, что вот гаражный кооператив против кооператива «Озеро» это такое новое повстанческое российское движение. Сейчас вот 35 дронов, насколько я могла понять, изготовлены были и направлены на Рублевское шоссе под аплодисменты, я вам скажу даже, им рукоплескала вся остальная Россия, в этом нет никаких сомнений. Готовится, насколько я знаю, следующий рой из ста дронов. Думаю, что вот в ожидании этого следующего рой из ста дронов как-то Волочкова и следует сдерживаться и ограничиваться другими балетными упражнениями, в следующий раз могут от пола вовсе не отодрать. Давайте послушаем, раз уже упомянули Волочкову, как ей испортили утро дроны, и обсудим далее, пожалуйста. День сегодня невеселый. В 6.30 разбудили громкие звуки взрывов. Жена предлагала переместиться в подвал, но вдруг что-то прилетит, то мне не хотелось быть заваленным в подвале, поэтому пусть будет как будет. Успокаивает то, что дети в Милане. Так, это другой житель Рублевки, коллекционер известный. Говорит, хорошо, что семья в Милане, но ему тоже утро не понравилось. Да, и давайте же посмотрим на Волочкову. Ой, люди добрые, знаете, два часа назад проснулось от таких ужасных взрывов. У нас рядом просто Николая Рябина, это воинская часть. Столистики были взрывы, потом мне звонят люди и спрашивают, что, как все ли в порядке, у нас, оказывается, беспилотник спил. Вообще, господи, какой ужас, как это было страшно вообще. Вы знаете, да, как это было страшно. Вы правильно сказали, эти жители этой элитной Рублевки взбодрились, но согласитесь, сопоставлять то, что переживают украинцы каждый день, каждую ночь, все эти нескончаемые ракетно-дроновые обстрелы, разрушения, жертвы, когда гибнут дети со своими мамами, как это случилось вот прошлой ночью в Киеве, в результате очередного теракта России. Наш ужас, нашу трагедию, вызванную путинской войной, это никак нельзя даже близко сопоставлять вот с этим вот перепугом, который получили на Рублевке. Правда ведь? Понимаете, за этот год и три месяца, конечно, находясь с ребенком в Украине, разумеется, я понимаю все эти чувства, и все, что вы сказали, это, ну, я, во-первых, хочу поблагодарить ПВО, поблагодарить ЗСУ за то, что мы сейчас с вами разговариваем, но, к сожалению, у нас пока еще не полностью закрыто небо. Мы с вами много раз об этом говорили, я считаю, что будет продуктивнее и будет эффективнее, если бы мы обращались к нашим западным партнерам, и вот как раз, потому что взывать там к какому-то разуму, там, тем более совести, это смешно, и что касается там россиян, это уже все понятно, их тактику они менять не собираются, это террористы в чистом виде. Ну, вот что касается западных партнеров, видите, очень медленно, но все-таки идет к тому, что Украине будут переданы наконец-то F-16, это позволит закрыть небо над Украиной, сейчас речь идет о том, чтобы Германия передала Таурус, по-моему, называются ракеты, могу ошибаться с названием, но это ракеты 500-километрового радиуса действия, также идет постоянно разговор о ракетах-атаках, об этом первый раз заговорил еще Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, уже скоро, наверное, год, как пройдет с того момента, как вышла его статья в британской прессе на эту тему, то есть очень медленно западные партнеры идут, в конце концов, на эти шаги идут все же, и я думаю, знаете, чтобы повысить нашу эффективность, было бы очень здорово, если бы те, кто нас слышит, за границей, украинцы, диаспора, или просто неравнодушные граждане своих стран сопровождали каждый такой запрос, который делает военно-политическое руководство Украины, к соответствующим политикам иностранным, то есть будь то в данном случае Олаф Шольц или Бундесвер, или Белый дом, или лично Байден, у них у всех этих политиков есть Твиттеры, есть Фейсбук, есть Инстаграм, они все замеряют запросы, которые поступают туда, и я считаю, было бы очень эффективно, если бы мы увеличили, как бы, знаете, вот запросы, то есть сопровождали каждую просьбу военно-политическую руководство Украины каждому конкретному лидеру другой страны, другого государства, вот таким, знаете, вот такой массовой поддержкой этой просьбы, и вот писали бы, provide attack to Ukraine as a... то есть это нужно делать так, чтобы это ощущалось в их социальных сетях, это все читают их политтехнологи, это все видят те, кто готовит их каждый раз к следующему предвыборному циклу, не будем забывать, это политики, они зависят от своих рейтингов, если они почувствуют со стороны своих граждан запрос на подобные поставки, вот на помощь более активную, более быструю, более, такую, знаете, ощутимую Украине, то они будут это делать быстрее, и тогда, мне кажется, мы тоже почувствуем, что мы вот в одном каком-то порыве более эффективно действуем. Маш, ну это идеальная схема, конечно, хотелось бы, все, к сожалению, сверяют свои национальные интересы, свое политическое будущее, соответственно, тому или иному решению, все, некоторые пытаются вообще какую-то выгоду иметь с этой войны, поэтому, увы. Но, тем не менее, возвращаясь к событиям на Рублевке, скажите, пускай вот этот минимальный перепух получила российская элита, ведь все равно этот психоэмоциональный эффект, он значителен, и люди там непростые, ведь мы знаем, куда полетели дроны, в каком направлении, там и усадьбы братьев Ротенбергов, там и руководство Минобороны, тот же Суровикин, дом Шойгу, ну и так далее, и так далее, ведь эти люди задаются вопросами, что происходит, простые, вот такие, как этот коллекционер, вообще думает, а где же наше хваленое ПВО, как это все можно допустить, а что ж царь ненастоящий, и так далее, скажите, вот это вот давление, Путину, надо сказать откровенно, то, что происходит там в Белгородской области, по большому счету, ему все равно, да, а вот эти вот люди, непростые, вот это давление для него значимое, и, наверное, именно потому он впервые вышел, и как-то отреагировал, и что-то сказал, молчал, когда в его купол прилетел дрон, молчал, когда события были в Белгородской области, когда в Брянской области попадали самолеты, а здесь заговорил, видимо, вот это на него давит, да? Смотрите, там ведь один из дронов приземлился недалеко от Нового Огарева, да, 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 его резиденция, собственно. От его личной резиденции, поэтому я еще раз подчеркну, что кто бы ни был этим изобретателем, изобретателем богоносного... Искусственный интеллект, как сказали в нашем офисе президента, искусственный интеллект, дроны сами задумались, зачем нам лететь в Украину, полетим назад. Вот, они очень, эти дроны очень разумно выбрали локацию, потому что действительно это, ну, как бы ни кричал Соловьев на свою эту аудиторию, что, мол, нечего злорадствовать, это там такие же люди, вот, они так не считают, безусловно, потому что это узурпаторы, это казнокрады, это бенефициары, в конце концов, всей российской нищеты и неблагоустроенности. И, вы знаете, я смотрела эфир Глеб Пьяных, дал хороший совет, сказал, что у него вот дача напротив, в Ильинском, и говорит, что если со стороны Рублевского шоссе и Рублево-Успенского это все очень хорошо охраняется практически туннелями и милиционерами на каждом шагу, то со стороны Ильинского как на ладони видно эту самую резиденцию. И вот говорит, что в следующий раз, когда искусственный интеллект у дронов будет думать, с какой стороны лететь, то вот он советовал лететь со стороны как раз-таки его дачи на Ильинском шоссе. И тут, знаете, наверное, надо проговорить, вот какой момент. Ведь когда незадолго до развала Советского Союза на Красную площадь приземлился Матя Сруст, тогда советские люди, которые были все-таки гораздо лучше образованы, чем нынешние россияне, они, конечно же, сразу поняли, вот одного раза было достаточно, чтобы понять, насколько дырявое все у них, нету никакого ПВО, то есть все сколько километров там уже по территории, над территорией Советского Союза летел Руст, ничего его не сбило, не увидел, не заметил и так далее. Поэтому это было как бы стрессом, шоком для многих в Советском Союзе, потому что на эти оборонные бюджеты выделялись колоссальные деньги, вся фактически страна работала на этот ВПК, а тут выяснилось, что они совершенно, так сказать, голые, и просто обычный любитель может сесть на чуть ли не лобное место. Ну вот я вам хочу сказать, что начало этого расколдования, так сказать, этой пропаганды, оно началось, я считаю, вот этот процесс начался с момента как раз, когда дрон летел и, в общем-то, так сказать, отчасти даже зажег благодатный огонь, так бы я сказала, не зашел на Сенатском дворце. Сенатский купол, да, но поскольку ныне у россиян, в общем-то, память почти что как у рыбы гупи, то им надо напоминать, чаще одного раза как с Матиасом Рустом оказалось, видимо, недостаточно, и пропаганда опять заволокла их разум иллюзиями. Ну вот теперь посмотрим после вот этого случая с 35-ю дронами, вроде бы уже больше оказалось, так сказать, иллюминатов пробудившихся каких-то, как-то они занервничали, но, может быть, теперь я же говорю вам настолько боярышные, какого-то опять несколько притупит, но надеемся, что в ближайшее время будет уже 100 дронов, я слышала, что такие планы есть, и вот мне кажется, что каждый раз со все нарастающей волной будем добиваться, дожидаться от них соответствующего... Будем только так. Только так. Спасибо, спасибо, Мария, вам за этот разговор. Напоминаю, Мария Максакова была в нашем эфире. Всегда вам рада, Маша. До новых встреч, до свидания. Спасибо вам большое. Всего хорошего. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok